А ходячие покойники, это прям физическое тело, оно ходит. Да, да, они вроде упырей, могут являться в физическом теле. И это физическое тело, оно, есть какая-то традиция, ну, там, например, бледный, холодный, разлагающийся. Раздутый, как правило, часто раздутый, бледный, ну, на самом деле, по-разному их могут описывать. Не, это вопрос, насколько это параллельно с зомби, условно, то есть они разлагающиеся все-таки. Андрей просто готовит костюм себе на Новый год карнавальный. Оу, всем привет, это Куджи подкаст, подписывайтесь на наш канал или не подписывайтесь на наш канал, управляй своей жизнью сам. Всем привет, ребят, мы снова на связи. Постараемся больше не пропускать так долго, не делать такие большие паузы между нашими выпусками. Андрей, ты на связи? Я на связи. Так, рассказывай, что сегодня будет? Сегодня у нас человек редкой профессии, Дмитрий Антонов, он демонолог. Вау, ребят. Демонолог. Да. Да. Это одна из моих профессиональных ипостасей. Да. Хорошо, мы когда вот начали, как раз поднимались, говорили про демонов холода, да, обсуждали, что вот как бы в такую погоду про них как-то сразу вспоминается. Какие такие были? Были какие-то такие? Ну, давайте так сейчас сразу отчертим, кто такие демоны, о ком сегодня можно говорить. Дело в том, что их бывает три категории, если угодно, да. Есть классические такие демоны христианские, которых писали христианские книжники. Это подчиненные Люцифера, падшие с неба ангелы, классический костяк христианской демонологии. Вот их мы можем назвать демонами в полной мере и с полным основанием. Их конечное число или они там типа в каком-то мире ады? Их, конечно, пытались подсчитать в средние века не раз, но на самом деле никто не знает ничего точного, да. Единственное, что связано с калькуляцией этих демонов, что довольно интересно было, да, такое представление, что сколько бы их ни отпало, к концу времена их число на небесах заместят праведники. И вот когда это произойдет, когда число вместо последнего из падших ангелов займет праведник на небесах, тогда наступит конец света. Довольно популярный такой средневековый был мотив. Вот. Кроме этих демонов есть еще околохристианские демоны, о которых писали средневековые авторы. Ну, это самые разные такие персонажи, которые приходили в христианскую книжность из разных других культур, нехристианских, дохристианских традиций, да. И, ну, естественно, их описывали как демонов, да, зачастую христианские авторы. Ну, как еще их описать, да, их узнавали демонов, их могли называть демонами, да. Но их описывали, каждый выдумывал как, да, там не было какого-то канонического изображения, в смысле, что если вот мы просто применяем слово демон сейчас, есть много игр, мы примерно представляем, как демон должен выглядеть, у него должна быть рога, может быть, крылья. Копыца. Нет, это черт. Хвостик. Вот, это не обязательно, должны быть когти, горящие глаза, что-нибудь такое, какой-то набор таких вещей. В Средневековье как-то они просто вбрасывали, типа, рыбий хвост, там, я не знаю. Ну, не совсем. Когда однажды один новгородец по сообщению повести верных лиц спросил волхва, как выглядят ваши боги, имея в виду, естественно, нехороших, неправильных богов ему, по сообщению летописца, волхв ответил, боги наши черны, крылатые, хвосты и мущие. То есть, нарисовал примерно ту же картину, что и сегодня мы себе представляем, черные такие, мохнатые, крылатые, с хвостами и прочее. Как этот образ сложился, отдельно можно поговорить. Интересная ситуация, как демон превратился в такого мохнатого, хвостатого, рогатого персонажа, хотя на самом деле изначально, в общем, таковым не являлся. Вот, и третья категория, сразу я ее озвучу, чтобы никто из этих демонов не обиделся, что я его не представил в начале передачи, это демоны совсем нехристианские, которых мы очень условно называем. Демоны – это просто разные мифологические персонажи разных нехристианских традиций, которых, однако, мы, как исследователи, культуры, религии и прочее, тоже называем демонами. Например, всякие славянские персонажи, домовые, лешие, водяные и прочее, ну, конечно, какие они демоны. Это просто такие архаические духи соседей, духи хозяева мест, духи распорядителей и прочее, или сезонные духи. Ну, их тоже принято называть, скажем так, их принято относить к такой категории, как демонология славянская. Ну, почему? Ну, потому что, на самом деле, это некоторым образом отталкивается от такого христианского дискурса. Понятно, что христианские книжники, христианские авторы, теологи, когда видели, как люди общаются, коммуницируют с этими духами, они всех их, естественно, относили к падшим ангелам, да, говорили, что вы там общаетесь с демонами, так делать нельзя и прочее. Ну, а потом исследователи, невольно как бы наследуя эту средневековую традицию, тоже их начали называть, ну, скажем так, не то, чтобы их демонами называют исследователи, но их называется там демонология славянская. Вот, и эта категория тоже, я надеюсь, сегодня мы немножко о ней поговорим, очень интересных персонажей, мифологических персонажей, которые совсем не так зловредные, нехорошие, не такие антагонистичные, как христианские. Вопрос про холод тогда, значит, относился к третьим. Вот, совершенно правильно. Поэтому никаких, конечно, таких ледяных бесов в христианстве нет. Но вне христианских традициях есть разные персонажи, духи, там, боги, которые у северных народов существуют, их либо почитают, поклоняются с ним, как-то взаимодействуют. Некоторые из них более вредоносные, некоторые менее вредоносные, да. Ну, их условно можно назвать демоном, но это уж совсем нас уведет вдаль от демонологии, да, я думаю... Можно хотя бы пример одного по имени? Хорошо, самый классический пример, который у всех мы знаем, это снежный человек. Этот демон XX века, который, скажем так, представления о нем родились в XX веке, и он кочует, ну, конечно, в масс-меде, но это такая же мифологическая система, да. Точно такой же мифологический персонаж, как и НЛО, как и все остальные. Вот, только он относится к современной культуре, и он такой обросший шерстью архаический человек, живущий там в снегах, в горах и прочее. Вот, пожалуйста. Но ему как-то не поклоняются. Ну, как сказать, если мы почитаем разные рассказы о снежном человеке, мы встретим, например, такие мотивы, что какие-нибудь местные коренные народы давно знают этого там человека снежного, называют его так и так, и, например, там приносят ему что-нибудь, пищу, то есть с ним как-то взаимодействуют. А мы пытаемся его найти, сфотографировать там и прочее. Мы-то же знаем, что это не древний дух, а просто архаичный типа... Андрей, ты встречаешь снежного человека, твои действия. Ты знаешь, я видел, слышал шутку, как отличить кабана от лося. Так. Ну, вот если ты видишь что-то, и такой, о, бля, это кабан. Если, пиздец, это лось. Вот нормально. Собственно, я думаю, что где-то дальше, после лося, идет снежный человек. Я просто не могу сейчас представить, что ты должен... Ты такой, типа, видишь, такой, вот это как бы вот это ты. Ну, типа, там можно селфи такое, не будешь говорить? Нет, не думаю. Или сразу затвитить. Сразу затвитить. Видел Йетти. Видел Йетти и снежный человек. Ну, и что? Ну, это уже. Абсолютно. Абсолютно. Как утверждает современная новая. Хорошо. Вы вот только что до этого, когда рассказывали про систематизацию демонов, сказали такую, что нам надо поговорить о том, почему в нашем представлении они выглядят именно так, как их описывают. Итак, как это сложилось? Почему именно мохнатые? Почему именно рогатые? С когтями? Хорошо. Начнем с того, как они выглядят действительно. В христианских описаниях и в изображениях они стали выглядеть... Ну, скажем так. Было несколько таких вот векторов, почему... По которым их описывали. Во-первых, цвет. Значит, цвет — это, конечно, черный, серый, темный. И ясно почему. Потому что это инверсирует, то есть переворачивает модель описания ангелов. Ангелы сияющие, сверкающие, блистающие, как говорили, это бельцы. А демоны, напротив того, они померкли, падаясь с небес, они помрачились. Поэтому их описывали разными цветовыми характеристиками, связанными с темным спектром. Их называли, например, муриными, эфиопами. То есть мы читаем средневековые древнерусские тексты, с чем там описание эфиопов. Это вовсе не имеется в виду, конечно, не этнос, не национальность и так далее. Это имеется в виду демон. Потому что он черный, как эфиоп, или как мурин, или как огорянин черный. Их описывали как... Значит, зооморфных. То есть у них могут быть хвосты, всякие рога, шерсть и прочее. Почему? Потому что они, падая опять-таки с небес, утратили свою прекрасную ангельскую, духовную, эфирную, воздушную, как бы ее ни описывали по разному автору, природу. И приблизились к земному тварному миру. Превратились в таких полуживотных. Они, конечно, остались духами, но стали такими уродливо похожими на отвратительных земных тварей. Поэтому очень часто их изображали, описывали как вот таких вот, ну, зооморфных. Да, вот всякие там крылья нетопыря, рога и прочее. Еще, кстати, вот почему они стали часто наделяться копытами, как у козла, ногами козла, да, хвостом и прочее. Потому что, ну, на кого похож персонаж, который, ну, в целом такой антропоморфный, человекообразный, но только у него есть козлиные ноги, хвост и рожки. Это всем нам известный сатир, пан, фавн, да, античной мифологии. А это такое низшее божество греко-римского, скажем так, греко-римской религиозной традиции. Который в основном бухает. Вот, пьет. Не опасный же вообще в целом. Фавн, нет, ну, там он типа в основном, я так понимаю, он устраивал вечеринки, после которых всем было не очень. Похотливый такой, да. Ну, вечеринки. В этом плане он был мастер, да, видимо, устраивать вечеринки. Да, ну, вот христиане это не любили. И для них это был такой вот... Как христиане не любили вечеринки? Ну, по крайней мере, в исполнении фавнов и сатирок. Вот они вечеринка. И в результате бес постепенно начал офавниваться. Он начал превращаться в такого вот в изображениях, да, вот, ну, сатира. То есть кто-то просто вот такой ему дали задание. Он, например, получил задание нарисовать демона, да. Ну, потому что, типа, заказ какой-то, да, картина. Он такой, блин, типа, что-то надо придумывать. О, кстати, вот был такой, типа, можно позаимствовать и, типа, просто нарисовал. А вот мне интересно, наверное, они составляли фотороботы демонов, исходя из того, из своих страхов, наверное, чтобы вот они и... Чего бы они боялись, увидя это в темноте? Да, есть такое. То есть они намешали все? Да, бывает. Отсюда всякая эта заморхность страшная, конечно, и темнота. В принципе, мы боимся темных, черных там созданий. Черный цвет самый неприятный. Это не только инверсия ангельского света, но это еще и то, что вызывает некоторые страхы, так инстинктивные. И отсюда еще в описаниях очень часто какая-то гипертрофированность. Огромные глаза, огромная голова, огромные зубы, много пастей, хищный, значит, много голов. В изображениях там у него, у демона могут быть пасти открытые, оскаленные хищные пасти на всех сочленениях. Локти, плечи, колени, в паху. И на заду часто изображались еще дополнительные оскаленные пасти, которые все готовы пожирать людей. Это как бы от изображали отверженную пасть, пожирающую грешников. Ну и демон такая вот, как бы пасть умножающаяся. Горящие глаза. Это очень часто огонь в описаниях к демонам присутствует, потому что ад – это стихия тьмы, мрака и пламени, и демон тоже воплощает все это в себе. Он черный, и при этом огнемрачный или просто мрачный, вот такой черный с красным персонажем. Но это получилось не сразу. Он как-то хочет сказать, что чем дальше мы движемся в сторону средних веков и дальше, тем там разнообразнее вообще варианты. Потому что вот эта идея о том, что падший ангел должен быть инверсия ангела, она представлялась обычно, как человек выдумывал какие-то максимально уродливые сочетания, на его взгляд. Ну, типа хвосты рыб вместо ног, например. Вот это, кстати, не страшно. Ну, тогда это казалось, ну, вообще. Ну, как бы сейчас ты такой, типа, очень плохой CGI, да, такой, типа, кто-то сэкономил. Вообще современный человек, мне кажется, он по-другому визуальные какие-то вещи считывает. Ну, да. Ну, типа, например, мне кажется, вот когда там в средние века готическая архитектура считалась невероятно красивой, а сейчас она, ну, ассоциируется с каким-то мраком. Типа ты заходишь в готический собор, у него все вот эти длинные вот эти каменные своды, уходящие куда-то не туда. Нет такого, что ты... Красота! Ах, ты такой заходишь, думаешь, ну, не знаю. Ну, это вы не расширяйте, пожалуйста, здесь историки сидят, любители Средневековья, да. Фанаты, да, понимаю, это как, типа, ругать рэп в присутствии рэперов, понимаю, это, да. Нормально ты сравнил, конечно. Не благодари меня. Хорошо. Нормально сравнил. Нет, но демонов все-таки изображали немножко по-разному еще на Востоке и на Западе. То есть вот изначально, когда их начали изображать, они такие были лаконичные, профильные фигурки, крылатые, и так изображали греки на погребальных вазах души умерших людей. Идолоны назывались такие маленькие фигурки. И так, в общем-то, изначально рисовали демонов. А потом постепенно в Европе, в особенности, где, ну, было еще такое изобилие в романском том же искусстве, да, мы вспомним таких заморных форм, всяких масок гротесных, чудовищных монстров, которых даже, ну, трудно или невозможно просто ассоциировать с какими-то конкретными персонажами. Тут трудно представить, это была просто фантазия резчиков, да, по камню, или за этими образами у них были какие-то ассоциации конкретные, в любом случае был такой богатый бестиарий, да, вот, европейский. Постепенно к демонам тоже эти маски приросли, их начали изображать тоже в таких вот разнообразных формах, причем объединяли часто необъединимые, действительно, рыба, птица, зверь, человек в едином теле, все вот так вот сплавлено, воедино, это уродливо, страшно, нелепо и непонятно, да. Но это в основном, конечно, европейские образы. В Византии и на Руси такого разнообразия не было. Здесь демон был лаконичный, такой профильный, темный, крылатый. Главным ему признаком, атрибутом стал хохолог, вздыбленные волосы, который ассоциировался в разных культурах, ну, вот, сам тот знак вздыбленных волос с яростью, с гневом, вот, и поэтому вполне понятно, что он как бы стал одним из знаков демонов яростных, гневных, злобных, духов зла, собственно говоря, да, вот такие вздыбленные волосы, как знак греха и демонической природы. Вот и все. А какие-то вот такие разнообразия форм, рыбьи, хвосты и прочее, это в русском искусстве уже пошло в веке с 17-го, как рецепция европейского, европейских моделей. Итак, с нами рубрика «Ебучая география» от Авиасейлс, сервисы для покупки дешевых авиабилетов. Два магических слова. «Ебучая география». Погнали. Итак, Тимур, Бразилия. Что ты знаешь про Бразилию? Ну, тут очень много. Давай, просто прям три вещи про Бразилию. Прям любые три вещи. Столица Бразилии. Бразилия. Ну, это я должен был спросить. Столица Бразилии. Бразилия. Вау. Так, еще. Ну, много чего мы знаем про Бразилию. Ну, ты что? Ну, еще две вещи давай. Я знаю примерно столько же про страну, в которой живу, про Бразилию столько же знаю. Да? Хорошо. Ну, Бразилия, Южная Америка. Центральная Южная Америка. Так. Очень большая страна. Угу. Такие города, как Сан-Паулу. Рио-де-Жанейро. Рио-де-Жанейро. Угу. Также мы знаем Бразилию. Люди моего поколения знают Бразилию. И имели возможность изучать Бразилию благодаря бразильским сериалам. Неплохо. Также Бразилия известна своей преступностью. О! Итак, Тимур. Известны фавелы. Вот. Не-не-не так. Так-так. Почти, да. Мы поговорим про город Аракатуба. Как-как? Аракатуба. Аракатуба? Да, 200 тысяч человек. Не очень большой город. Штука состоит в том, что он входит в кластер, где, начиная с лета этого года, начались серии совершенно безумных ограблений банков. У Аракатуба это в конце августа там произошло такое ограбление. На машинах подъехали грабители к банку, обчистили банк, дальше взяли людей в заложники, привязали их на машины сверху и уехали. Как в безумном Максе. У них натурально происходит ограбление, как в безумном Максе. И в соседних городах в другое время тоже происходит ограбление. На самом деле бразильская полиция думает, что это разные группировки между собой соревнуются, кто типа круче сделает. Вот такой там движ. Как тебе? Он безумен. Безумен вообще, да? То есть представь, что человека привязали, как в безумном Максе едут с ним на крышу, например. Я уже не знаю, всегда, когда ты объявляешь эту рубрику, что ты за жесть будешь рассказывать в этот раз. И каждый раз ты такой, что это? Город Аракатуба, Бразилия. Это была рубрика «Ебучая география» от Aviasales. Сервис для покупки дешевых авиабилетов. Можно туда, в Аракатубу, слетать, но, наверное, не стоит. Лучше в Рио. Лучше в Рио. Хорошо. Такой вопрос тогда. Вот есть какое-то устоявшееся описание демонов? Ну, какая-то условная... Я так понимаю, что в Библии ничего такого нет, но вот там перечисление всяких, я не знаю, там, Бафомет, там вот что-то такое, полный список их. Ну, вот в плане облика, конечно, скриптурные тексты, то есть Ветхий Новый Завет нам не даёт никаких описаний подробных, поэтому всё это разрабатывалось уже в текстах христианских, в раннее Средневековье, когда христианская литература после IV века расцвела, и пошли описания, ну, вот, к примеру, жизни пустынников, аскетов. Вот аскетическая литература расцветает, и там очень много внимания уделяется борьбе пустынников с демонами. И там уже идёт речь о том, как эти демоны выглядят, как и в каком облике они являются праведнику, какими способами пытаются его искусить. Ну, а борьба была именно такая, являлись демоны, чтобы его искусить, то есть там... Да, в текстах аскетических, да. Вообще у демонов в Средневековой культуре и книжности есть несколько ролей. Вот одна из очень важных ролей, которую они начали исполнять в текстах довольно быстро, это, конечно, роль искусителя, агентов искушения. Вот есть люди, которые ходят в пустыню, они должны жить в сосредоточении, в молитве. Но это очень тяжело, потому что ты смиряешь плоть, ты голодаешь, ты страдаешь от зной, от жара, ночью от холода и так далее. И описание этого подвига, они очень быстро начали включать в себя ещё и подробные рассказы о том, что за всеми этими тяготами и бедствиями стоят ещё и незримые искусители, которые пытаются вытолкать тебя из пустыни, заставить тебя прекратить молиться и уйти обратно в мир. И вот византийская литература наполнилась такими описаниями демонов-искусителей. И естественно, то, как они искушают, тесно оказалось связано с тем, как они выглядят. И вот все эти описания, они на самом деле нам говорят не о том, как он на самом деле дьявол, а как он приходит к подвижнику и что он хочет сделать. Ну, например, к подвижникам очень часто приходили женщины. Я хотел сказать, ну, да. Как же ещё? Иногда прям обнажённые приходили. И это, понятно, бьёт в одну из болевых точек жизни мужчины в пустыне. Да, женщин там нет и быть не должно категорически. Вот она приходит под разным предлогом. Либо спаси меня, значит, я умираю, погибаю, даю тебя переночевать. Либо просто является нога, и тут уже всё понятно, что имеет в виду. В любом случае аскет должен противостоять этому. Вот. И, например, в «Житии по хоме великому» рассказано, как это можно было сделать. Это такой кочующий мотив. Значит, увидев девушку в пустыне, аскет берёт железо, опускает его в огонь, раскаляет его до красна или до бела, и эту женщину жжёт железной кочергой. Женщина начинает кричать «Корчится!» и растворяется, как дым в воздухе, потому что это на самом деле был бес. Аскет вовсе не садист какой-то, значит, негодный убийца, а просто прозорливый человек, который разгадал обман. Вот. Дальше бесы могли по-другому как-то его искусить. Тому же по хоме они однажды решили рассмешить, казалось бы, невинное занятие. На самом деле для пустыника, который живёт в молитве, в сосредоточении, это как бы, может быть, шагом к расслаблению, духовному потере самоконтроля. Поэтому бесы собрались в виде маленьких таких вот фигурок, которые связали верёвками лист, лежащий на земле, и пытались, значит, изображали, что сейчас его будут тянуть, как бурлаки на Волге, значит, сейчас они будут все вместе на тужину тянуть этот листочек. Это было смешно, но аскет сдержался, не рассмеялся, и они опять посрамлённо исчезли. Комики, то есть они вот как бы... Да, это вот в том числе, да, в стендапе сатанинском, провалившемся, впрочем. Ну и так далее. То есть вот все их... Потом они просто начинали, конечно, пугать, являться в страшных... А еда? Я просто... В виде еды? Да, ну типа голодание. Я такой типа окей, женщины были, смех был, пугание, типа пытались его напугать, ну там тоже понятно. А еда? Интересная идея, но я не припомню, естественно, бесы не являлись в образе там колбасы ливерной или чего-то ещё, а вот чтобы они предлагали пищу... Или воду, пустыню. Прямо такого я не припомню. Явство, знаешь, вот ты... Явство, да. Да, то есть ты такой типа прям это, а они... Нет? Ну в пустыне это сложно сделать, согласитесь. Согласен, согласен. Ну встретить ещё как можно, а встретить как бы невзначайно крытый стол с явствами и не догадаться, что это бесовское искушение. Это сложновато. Тоже верно, да. Они были поумнее, да. Они действовали хитрее. Поэтому когда не получалось с женщинами там или с чем-то ещё... Да, они ещё... Значит, что вот Антоний Великий, да, вот такой один из основоположников монашства, который изображает искушение с того Антония, в Европе любили художники, да, вот он окружён всякими монстрами, монстрами, монстрами. Вот то же самое его житие. Они всё время его хватали, вносили в пустыню, били, истязали в страшных монстрами. А можно, им можно было типа вот такое? Отдельный интересный вопрос. Вообще, могут демоны бить людей, да, или убивать, или не могут, да? Единых представлений не было. Очень разные авторы это описывали. Но вот в конкретных, так сказать, одно дело богословские рассуждения, а другое дело конкретное описание, вот, например, конкретных вот житий святых. Там этого происходило очень часто, очень нередко. Мы видим, что реальные раны, побои терпели, а кто же Антоний Великий, да? Конечно, книжники обычно говорят, что это по Божьей воле, по Божьему попущению. Но это не отменяло такого монструозного типа описания дьявола, который обладает властью над человеческим телом и может его как бы там побить и прочее, и прочее. Вот, кстати, если вот об этом немножечко же рассказать, то были очень яркие описания такого рода. Значит, два могу привести любопытных. Первый – это Марина Антиохийская, а в европейской традиции Маргарита ее звали Антиохийская. Это самая, пожалуй, такая ярая демоноборец христианской культуры. Женщина, которая мученица была, ее сдачили в темницу. Она, значит, готовилась к смерти и увидела огромного дракона, обвитого маленькими змеями, который начал ее пугать. Она не испугалась. Но дракон бросился и проглотил ее. Она уже в брюхе дракона тоже не испугалась и перекрестилась. Тогда брюхо дракона лопнуло, и она невредимо вышла наружу. И на этом не успокоился демон. Он явился ей в виде уже какого-то собственного демона. Ей явился там, не описано, как имена. И начал ее упрекать. Что ж ты наделал? Ты убила моего любимого ужика Руфа, говорит он ей. Она, значит, не стала слушать этого нехорошего демона. И дальше потрясающе интересное описание, которое кочевали в книжности, в Бдинском сборнике. Они были очень подробно описаны на Руси. Тоже перевели описание. Значит, что делает Маргарита в восточном христианстве? Марина. Она хватает демона за бороду. И мы вдруг представляем, что этот дух, он бородат, как ни странно. Вырывает ему правый уз, что уж совсем его превращает в какого-то мужичка. Потом выбивает ему правый глаз. Потом хватает молот и начинает колотить его, повергнув на землю молотом по голове, наступив ему еще ногой на горло. Маргарита Константин у нее была фамилия, если что. Кто из них демон, ребят? Кто из них демон? Чувак просто пришел ей сказать, что она убила его дракона. Любимого ужика. Проглотил, конечно, за это. Ну, ладно, вынесем за сколько. Ну, это уж какой есть. Ну, это уж какой есть. В общем, это первый вариант. Потом она его издевалась, 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 расспросила, допросила и отправила в преисподнюю. Первый вариант. То есть мы можем тут считать, что не только демон может человека проглотить, уничтожить, но и человек может демона избить. Получается такая борьба физическая. Из русских текстов продолжателем подвигов Марины Маргариты Антиохийской оказался коллега и соузник знаменитого протопопа Вакума Епифаний, священник, который в земляной тюрьме тоже вместе с протопопом Вакумом сидел. И, как и протопоп Вакум, написал свое тоже житие автобиографическое, менее известное, чем житие Вакума, которое все в школе проходят. Но вот у Епифания не менее интересное житие. И он там рассказал, как к нему себе приставали демоны. Он жил в келье на русском севере. И, значит, к нему приходит демон и начинает его ночью бить. Бьет, его бьет, демон бьет. Он едва вообще спасся. Николая угодника призвал на помощь. И демон растворился. И сейчас. На другой раз уже Епифаний был готов к такому обороту событий. И ночью лежит, и вдруг приходят к нему два демона. Один ногой, а другой в кафтане. И начинается описание по живости языка и образов не хуже, чем у Маргариты Антиохийской. Он хватает одного из них, кто поближе, складывает демона пополам и начинает бить его сложного пополам об угол лавки. Об лавку, о самый конечек, говорит он, значит, я его бил. А второй демон, как в кошмарном сне, прилипнув ногами к полу, рвется, но не может выйти из кельи. И начинает, стоит демон, убегает, но прилип, а этого он бьет об лавку. Это продолжалось говорить долго-долго, так что я устал, бья беса. Потом очнулся, гляжу, а руки у меня все мокры от мясища бесовского. Вот еще вариант. На самом деле в средневековых текстах кочевало много описаний того, что демоны, они вовсе не такие уж, как мы их сегодня себе представляем, да, такие духи бесплотные, там падшие ангелы и прочее. Нет, они в общем материальные могут быть в описаниях. Вот, очень материальные. И в этом плане их образ там хвостатых, рогатых, он, ну, как бы не условности, а для многих авторов вполне себе такая... А вот, значит, вот эти были жизнеописания пустынников, они со временем, значит, привели к тому, что люди стали задумываться, как выглядят демоны, потому что там они фигурировали, да, ну, они там... Вот мы узнали, что у них может быть борода или усы, или он может носить кафтан, и со временем это вот перекочевало просто визуально, да, но, как бы я говорю, вот повторю вопрос, какой-то канонический текст, список демонов есть, известный? Нет, абсолютно. И вообще все, что в искусстве появляется, это не перекочевало из текстов, как раз наоборот. Ну, только какие-то базовые вещи, темным цветом их изображали, потому что описывали темным, понятно, там, крылатыми их описывали, крылатыми их часто изображали. Но подробности изобразительные, все-таки они довольно далеко от этого текста. Я имею в виду и имена тоже, вот это вот всякие там... С именами все сложнее, значит, ну, имена, они кочуют в разных текстах, некоторые восходят библейской традиции, некоторые уже там из других источников средневековые авторы подчерпнули имена. Вот, там, Бегемот, Левиафан библейский, конечно, часто упоминаются, там, Вильзевул, там, Баал и прочее. Ну, это какие-то спорадические упоминания, скорее, а вот из них делать какие-то систематизации, иерархии, сложные и прочее, это уже начали в Европе, это уже традиция такая отдельная, это довольно поздняя, да. Вот, в греческих и в русских текстах мы встречаем спорадические разные имена, там, Зирифер, там, Филузер, Бес и прочее. Это русские. Это греческие, переводные тексты в основном, вот, и все, никаких там сложных иерархий никто не настраивал. Ну, то есть, все эти иерархии, это результат творческого переосмысления последних там, ну, просто вот, ну, я, что я знаю, я знаю, что какие-то аспекты, которые традиционно ассоциируются с демонами, там, типа, перевернутые пентаграммы, там, и прочие вещи, это вообще штуки, которые придуманы, там, в начале 20 века, в конце, там, 19-го, просто вот, значит, появлялась литература, появлялись художники, очень был популярен жанр мистификации, и вот люди говорили, вот, этот знак, он, вот, символизирует, там, я не знаю, Бафомета, вот, так вот, я потом, мне, короче, я узнал, вот, это так. Это остается в популярной культуре, в результате мы видим набор символов, да, символик, которые, вообще говоря, к демонам имеют такое отношение, ну, как примерно, я даже не знаю, совсем далекое, коммерческое, скажем так. Нет, вот все эти сложности, символы, там, сложные имена выстроены и прочее, это действительно традиция уже, там, оккультизма и прочего, там, магизма, которая, ну, такая, новоевропейская, нового времени, новейшего времени и прочее, это не вполне про культуру Средневековья. Иногда возникали в Средневековой культуре тоже такие описания иерархические, ну, например, вот, из греческих авторов, такой автор, там, Михаил Псел, неоплатоник, вот, который как раз-таки, вот, ну, начале 2-го тысячелетия описывал демонов, скажем так, уподобив их иерархии ангельской, а самая известная ангельская иерархия, это какая? Псевдо Денисия Репагита, да, анонимный автор, который, ну, ассоциировался с учеником апостола Павла Денисием, который в Афинах проповедовал, ну, на самом деле, это, конечно, гораздо более поздний автор, вот, и он создал такое очень популярное в Средневековье описание, что ангел в 9 чинов, да, он отталкивался от разных именований ангелов в библейских текстах, а в библейских текстах имеются Херувимы, Серафимы, Архангелы и так далее, престолы, власти, ну, и вот, он систематизировал такую иерархию, да, что вот ближе всего Господу Серафимы, потом Херувимы, престолы, силы, власти, господство, начало Архангелы и Ангелы, да, а Михаил Псел впоследствии, через несколько веков, аналогичную пирамидку сделал и для демонов, он сказал, что демоны разделяются тоже на чины, на такие вот иерархии, и там три базовых кластера есть, верхние духи демонские, они такие прозрачные, воздушные, стремительные, летающие, они воздействуют на человека, главным образом, на психику его, они его подвергают, подвергают искушениям, подталкивают к грехам и прочее, самые опасные из них, да, ну, есть демоны более низкие, самые низкие, которых он расположил в аду, они больше всего похожи на зверей, на самом деле, они такие слепые, как кроты, агрессивные, воплощают абсолютное зло, то есть, как кого-то видят рядом, бросаются и постараются его пожрать, все, больше у них ничего в голове нет, у этих бессмысленных и бестолковых низших демонов, вот вариант описания, это очень редкость, это как бы не стало популярным, на Руси такого мы фактически не читаем. Андрей, в одном из выпусков Куджи мы говорили о такой функции в Яндекс.Гоу, где можно округлять сумму, и она идет на благотворительность. Да, вот эта округленная сумма. Округленная сумма, ты ее при нас подключил, ты пользуешься этим. Да, до сих пор работает, да, и у Яндекс.Гоу появилась еще одна вещь, это возможность заказа такси для незрячих, то есть, раньше, чтобы человек заказал такси, он должен был дать кому-то свой телефон, потому что нет возможности, человек незрячий не может прочитать что-то с экрана, а это смартфон, понимаешь, да, то есть, там нет кнопок, нет никакого тактильного ощущения. Сейчас в программе она автоматически голосом проговаривает все, что есть на экране, то есть, считывает информацию из кода и проговаривает, я такое видел в сериале «Во тьме». Вот есть такой сериал про девушку, тоже она незрячая, там она расследует гибель своего товарища, вот, и вот теперь эта функция у них есть, да, это история про инклюзивность, то есть, для человека незрячего возможность самостоятельно заказать такси, это очень важная вещь, да, он становится, ну, как бы он независим в этом смысле. Вот такая вот фича, она там, типа, не суперновая, да, не то, что она там уникальная, она очень просто полезная и важная. Остается сказать только спасибо этому сервису. Это очень круто. Да. В Янекс.Го. А откуда тогда взялась отечественная нечистая сила? Типа Кикимора, Водяной. Домовой. Домовой. Городской. Баба-Яга. Баба-Яга, да. Ну, вот это вот все. Кощей Бессмертный. Вот Кощей Бессмертный топ-тип. Топ-тип? Ну, Кощей Бессмертный, я правильно понимаю, это олицетворение дьявола в русских сказках? Такой бессмертный? Нет, это, если уж его плащейник, то мертвеца, скорее, покойника, который не умирает. Когда он, значит, кости, да, вот такая спрятанная смерть от ложной, то есть такой, ну, не умирающий человек, если угодно, да. Вот, ну, хорошо, что касается, если мы сейчас переходим к отечественным, к родным, к родным, к автохтонным. Потом опять вернемся. С крепным демоном. К замодским. Это то, что есть в любой традиционной культуре, что в Европе, что в Греции, что на Руси, это традиционная культура и ее обитатели, да, ну, скажем так. Так, традиционная культура – это какое-то сообщество людей, да, со своей языковой традицией, со своей фольклорной традицией, со своими представлениями о мире вокруг. И необходимым компонентом любой такой региональной локальной традиции оказываются мифологические персонажи, мифологические системы, да, те, в кого верят, с кем взаимодействуют. Вот, и здесь надо сразу сказать, что такие персонажи, как Баба Яга, Кожь, Бессмертный, Змей Горыныч, они сказочные. Вот для русского фольклора, для русской культуры они неактуальны, то есть в них особо-то никто не верит уже давно. У них есть какие-то прототипы явно из, ну, более архаических, так сказать, периодов. Как генетически можем представить, что Баба Яга – это такая, ну, некая, понятно, ведьма такая, вот, или там, вредоносный персонаж женский, Кожьи Бессмертный, это такой, ну, дальний родственник упырей, ходячих покойников и прочее. Но, как бы, это реконструкторство, а, в общем, в современной, актуальной последних двух веков, когда мы изучаем традиции славянской, они уже, в общем-то, особо не задействованы. Так что они в сторонку отходят. Ну, вот про Бабу Ягу единственное, что могу сказать, она есть не только в сказках, еще и в заговорах. Заговоры, они Бабу Ягу помнят. И такой казус был забавный. В 1729 году одного русского священника обвинили, что он хранит всякие колдовские тетрадки, что не редко случалось с простыми русскими священниками, в том числе. У него там, говорят, в следственном деле написано, была обнаружена молитва к Бабе Яге. Это совершенно грандиозная вещь. Молитва к Бабе Яге, понятно, что имеется в виду. Молитва какая-то каноническая там при святой Яге Бабе. А это заговор, заговор, где Баба Яга фигурирует. Вот она там сидит, там какая-то баба с железными зубами. Иногда в заговорах есть Баба Яга, она называется. И она там что-то такое делает, и к ней вот тот, кто заговор произносит, апеллирует. Ну и понятно, когда описывали священника, то вот назвали это молитвой, а не заговором Бабе Яге, что немножко комичный эффект создало. Вот, то есть заговоры и сказки, там она обитает. А среди актуальных персонажей славянской мифологии нет, особо нет. А кто вообще, кого верят славяне в последние века, когда мы это изучаем и систематизируем? Что там было в средние века, сложно сказать, потому что записи практически нет. Это вот еще тезис. 19-е, 20-е, 21-е, вот сейчас мы это видим, мы это наблюдаем. И отдельные единичные упоминания в средневековом тексте, которые с этим перекликаются и доказывают базово, что общие рамки были примерно те же, конечно же. Но подробности, увы, мы не узнаем. Так вот, опять есть три, такая героичность извечная, три категории, три, если угодно, класса этих отечественных демонов. Первые – это просто такие мифологические персонажи, которые живут рядом с людьми. Это домовые, водяные, лешие. Это кто такие? Это духи хозяева, локальные духи их называют. Духи хозяева и распределителей разных пространств. Понятно, домовой контролирует дом. Там банник в баню, леший, понятно. Был банник? Банник есть в северной русской традиции, где отдельно в виде домика бани существует. Там есть у него свой хозяин банник. Есть овинник, хозяин овина. Это что такое? Овин – это, ну, скажем, для скота. А, для скота. Овина, там овинник, да. Дворовой был там, ну и так далее. А сейчас, секунду, нет, сейчас секунду. То есть, каждому месту есть отдельные руки. Фактически, да. Вот в северной русской традиции это довольно развитая мифологическая такая вот система духов-хозяев. А им надо, ну, что-то там... Обязательно, в том-то и дело. Вот с ними нужно ставить контакты. Они не плохие, не хорошие, они абивалентные. Они с тобой соседствуют, ты их должен кормить, ты должен правильно себя вести. Ты не должен там нарушать некие запреты. Там, например, три раза попарился, уж будь добр, уйди, дай баннику попариться. Вломился четвертый раз, ну уж извини, если с тебя кожу сдерут, сам дурак. Вот, и тому подобное. Не ходи в баню полночь. Значит, вот Райан, знаменитый, известный наш коллега, словист английский, написал книгу, называется «Баня в полночь», да, о магической традиции славянской. Почему? Потому что в полночь баня, как бы, такое место опасное, да, и время переходное. Ну, было такое табуирование ходить в баню в это время. Банник может обидеться баню. А дворовик что? Ну, о нем не слишком много текстов. Ну, например, о том, как он соперничает с домовым, или что-то такое еще. Хочет в дом, наоборот. Нет, вот... Хочет доказать, что он лучше домовой. Нет, наоборот, хочет в тепло. А ты тут да так. Делят пространство, да, скорее. Вот, да, вот на севере такое есть. Кроме локальных духов, с которыми нужно общаться, чтобы все было нормально... Да, я понял, распорядители эти. Есть еще, да, 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 это именно такие духи хозяев, духи распорядителей. Есть еще духи календарные, которые, ну, сезонно они появляются в какой-то период, там, шуми. Уликуные северно-русские святочные духи, там, да, или вот русалки, кстати, классические. Это тоже сезонные духи весенне-летнего цикла. Как 12 месяцев. Ну, да, в некотором роде. Но это персонажи неактуальны. Да, я к тому, что это как раз сказочные. В итоге русалки – это добрые духи, или... И они тоже амбивалентные. Ну, как сказать. У них в описаниях они не особо много имеют позитивных функций, да. То есть нужно быть осторожным при встрече с ними. То есть, скорее, если уж они с тобой будут взаимодействовать, то, чтобы защекотать, в воду завести и прочие, скорее, вредные. Вредные, одним словом, просто скажем. Амбивалентные, с уклоном во вредность. Вот. Значит, русалки, да. Русалка – еще два слова, потом скажу. Очень интересные, примечательные персонажи. Короче говоря, это вот такие духи. Чуть ближе, условно, к людскому миру – это люди, которые недавно... В смысле, персонажи, которые недавно были людьми, покойники. Ходячие покойники, души, которые можно увидеть первые 40 дней. Ну, мертвецы, которые во сне являются или наяву являются. Да, это вот вторая... А ходячие покойники – это прямо физическое тело, оно ходит. Да, да, они вроде упырей, могут являться в физическом теле. И это физическое тело, оно... Есть какая-то традиция? Ну, там, например, бледный, холодный, разлагающийся. Раздутый, как правило, часто раздутый, бледный. Ну, на самом деле, по-разному их могли описывать. Не, это вопрос, насколько это параллельно с зомби, условно. То есть, они разлагающиеся все-таки. Андрей просто готовит костюм себе на Новый год, карнавальный. На Новый год мне нравится, да. Выбираю между балом и раздутым мертвецом. Да, да, он костюм хочет просто. Вот сейчас убирает между банником. Как выглядит банник? Ну, как... У тебя веник просто в руках. Как мужик из особенностей национальной охоты. Окей, да. Только очень мохнатый. Да. Да, с шайкой. Вот, нет, на самом деле, вот их облик практически мало описывается. Редко описывается. И к тому же, везде по-разному, естественно. В разные локальные микротрадиции будет по-своему... А делать, что надо. Вот и встретил ходячего мертвеца. Да. Защищаться. Обереги нужны. Разные обереги. Железо работает? Железо работает. Очень-очень хороший оберег. Особенно колющие и режущие варианты железа. Сто процентов. Ну, то есть, они... А с третьим лучше? Агнестрельное оружие. А? Агнестрельное оружие. С этим хуже. А травматическое? Неэффективное. Нет, смотри. Пуля серебряная, по-моему. Вот. Проблема с огнестрельным оружием, что там свинец. А тебе нужен металл. Они все боятся металла. Ну, то есть, вот кованого. То есть, у тебя будут кованые пули. Неплохо, кстати, да? Кованые пули. Окей. В общем, острые они боятся, на самом деле. Открою. А травмат из травмата застрелит демона. Ну, неплохо. Резиновыми пулями. Неплохо. Острыми резиновыми пулями. Говорят, астрадават. Да, хорошо. Ну, вот. Значит, всякие ходячие. Неприятные персонажи. Неприятнейшие. Вот. И третья категория, третий кластер, это те, которые просто являются живыми людьми, членами социума, но демонизируются, наделяются демоническими способностями. Ведьм, колдуны. А реже там какие-то знахари, если в локальной традиции они наделяются какими-то еще сверхъестественными демоническими способностями. Ну, как правило, классические, это ведьмы и колдуны. То есть, мужские и женские варианты персонажей, которые обладают сверхъестественными способностями и, как правило, часто вредят. Да, особенно ведьмы. Они отнимают молоко главным образом в славянских традициях. Ну, иногда урожай портят, и там град посылают, ну, и прочее. И прочее. Они зачем это делают? Матура такая. Да, значит, они наделены этими способностями, и они их реализуют. То есть, они могут обращаться в разных животных, там, или в катящийся клубок, комок, во что-нибудь еще. Они могут ссылать какую-то порчу, если кто-то обидит и так далее, то есть, с ними конфликтовать лучше не стоит. Ну, а для чего отнимают молоко или урожай? Ну, для того, чтобы просто получить много и бесплатно еды банально, то есть, вот, это, кстати, один из вариантов объяснения охоты на ведьмы и вообще всяких преследований колдунов, это недостаточность ресурсов, да, вот когда ресурсы совсем на грани выживания, да, и начинается какой-то неурожай, голод и прочее, начинается поиск виноватого, который, вероятно, это у нас отнимает, забирает себе, и, соответственно, как бы повышается опасность того, что начнется какая-то охота на вот таких вот вредоносных агентов. Говорят, в Ирландии, но это, я не знаю, насколько правда, что там была история, ну, там такая была традиция, что если рождался очень слабый ребенок, вот, то говорили, что это, на самом деле, гибрид человека и феи, там, или что-то такое. Там очень сильно до сих пор традиция подменышей. Подменышей, да. Его просто заменили, настоящего ребенка взяли себе, а подбросили такого нехорошего, который ест, как бы, кадавр, живет, пьет, да, объедает. Отнимает очень много ресурсов. И поэтому нужно вот его обратно, чтобы вернули тебе, да, до сих пор, насколько знаю, в серии актуальных представлений. Да, ну, и там объяснение примерно такое же, что вот рождался больной ребенок, если вы живете на грани выживания, вот, ваша семья, ну, вот, еды хватает вот столько. Если появляется лишний род, который в ближайшей перспективе не станет кормильцем, то ты, типа, ну... Ну, вот и да, и нет. Потому что, если бы так, то во всех традициях мы бы видели аналогичные представления и демонизировались бы любые слабые дети. Но это не так. Это все-таки локально, это специфично. И, кроме того, их представление на то, чтобы его убить, на то, чтобы заменить. Я его убью, чтобы не вернули моего. То есть, такой слишком... Я понял, слишком простое, да, да, да. Даже охота на ведьм тоже, как бы, один из триггеров, но не единственный, само собой. А сейчас такой, кстати, вопрос. А вот в России была охота на ведьм? Ну, то есть, вот... Была. Была, но только очень маленькая, небольшая. Скажем так, она не перерастала... Когда, вообще, мы говорим об охоте на ведьм, когда это что-то такое сверху спускаемое, мощная компания такая, да, и начинается, ну, там, такой теологии колдовства в Европе. Объяснили механику, как это работает, как они общаются с дьяволом и почему они виноваты. Там уже сразу вопросные листы, пытки. Вот такого фактически не было, но тлела такая постоянная охота на ведьм, как и в Европе, как и в Америке и прочее. И в России, естественно, она была, и в XVIII веке мы это встречаем, и в XVII веке, то есть, обвинения в колдовстве и в порче были постоянными. Просто это не было такой массовой кампании, но это были такие следственные дела, постоянно шли, и дел у нас этих полно распространенных. Да, и это, типа, как его, ну, и приговоры были такие же, сжигали, там, топили. Да, не могу сказать, что это было массово, и массово распространялись казни, но обвинения были. Ну, скажем так, это, опять же, когда попадало в сферу внимания властей, и когда это превращалось в такое публичное обвинение и прочее, тогда это уже грозило казнью. А когда это такое деревенское что-то такое, то это и до сегодня происходит. Такого чеха просто опасаются, его обходят страной, с ним стараются выставить какие-то там разные отношения, его стараются обезвредить, ну, и прочее, и прочее. И потом, не совсем понимаю, почему говорим про то, что было, хотя это суперактуально сегодня. Я вот часто езжу в фольклорные экспедиции, я постоянно взаимодействую с ведьмами, с колдунами не доводилось больше северной традиции, а вот ведьмам я поперевидал, проинтервьюировал, да, немалое количество, меня проклинали, меня, так сказать, чего только не происходило. Ну и как они? Ой, разные. Разные? Самая страшная ведьма жила на улице Ленина. Ну, разумеется. В Самойловке, да. Она пыталась запугательно в протяжении часа интервью меня и мою коллегу, с которой мы вдвоем пришли на это интервью, да, замечательная женщина, она была не местная, она приехала, мы ездили много лет в Самойловский район, это Саратовская область, вот, и такой украинский анклав, переселенцы, что два века здесь живут, называют себя Хохлами, говорят на таком суджике, и у них очень развитая традиция ведьм, то есть район густо заселенный ведьмами. Я помню однажды, значит, я об этом рассказываю, подъезжаем мы на автобусе, делаем маленькую остановку там, подъезде к Самойловке, автобус делают остановку, еще там час ехать по дремучим лесам. И вот как раз я кому-то из новичков, от экспертизы рассказываю, что здесь полно ведьм, и в ходе этого разговора подходит старушечка такая к автобусу, говорит о чем-то мы не слышим с водителем, водитель явно и отказывает, ну, наверное, бесплатно подвесить, что такое еще, и старушечка начинает замечательно делать действия, она обходит с четырех сторон наш автобус, что-то шепчет и плюет на каждое колесо. И отошла, и значит, в автобусе все замерли с разными лицами, смотрят на меня. Говорю, вот, подъезжаем к Самойловке, все хорошо. Твои действия, если ты такое увидел. Ну, пойду тоже по плюю. Нет, у нас не сработает. А и что пассажиры автобуса? Мне интересно. Мы приехали, мы были. Нет, вы понятно, а остальные? А остальные, ну, скажем так, те, кто заметил, немножко так это поднапряженные сидели, как мне показалось. Ну, они тоже к этому привычные люди, вот, но, в общем, видимо, кто-то вкрутил в голове сценарий с аварией. Вот, да, то есть ведьмы – это вполне себе актуальные персонажи. В них верят. В деревенском сообществе приезжаешь, вот какой-нибудь эксперт спрашивает, что же у вас ведьм тут нет? Они говорят, ну, ешься, какие ведьмы. Никаких ведьм никогда не слыхали. А бывает, там спрашиваешь, молоко кто-нибудь отбирает. Да, конечно, вон та проклятая колдовка, а тут еще живет. А там и пошло. И ты составляешь, картографируешь ведьм, которые там живут в каждом энном квартале деревенском. Да, и оказывается, что их полным-полно. То есть об этом не афишируют особо, но если знать, как зайти, то все тебе расскажут, что к чему. – Забавно, что это всегда связано с теми местами, которые рядом с природой. Много леса. – Поп-поп. – Или в городах. – Нет. – Есть городские демоны? – Великое множество. Мы просто это не читаем. Но если взять какие-нибудь там, ну, такие нестечковые газетки, журналы, там, я не знаю, радиопередачи там всякие включить непонятные, да, то там уже сплошные. Там бабка такая-то снимет поезд безбрачия. – Нет, нет, нет. – Так там полно и веждоносных функций. А кто такая ведьма? Это, собственно, персонаж, женский персонаж, наделенный всякими сверхъестественными способностями, ну, как правило, с перекосом и вредоносный, но и может и помогать иногда, если к ней обратишься зачем-то, да, пожалуйста, в городском пространстве сколько угодно такого тьма тьмущая. – Имеется в виду, а какие-нибудь есть характерные для города демоны? Ну, типа вот духи какие-то успели появиться, как города появились? – Ну, конечно, естественно. Вообще эта вся система мифологически очень трансформируется с модернизацией села, да, то есть такая вот эволюционная модернизация. Там отмирают одни, появляются другие какие-то, да. Ну, и с миграционным тоже как бы трансформацией, когда переезжают в город, изменяется все пространство, и, естественно, кто там будет с лешим или с водяным. Поэтому здесь возникают городские разные мифологические персонажи, и их круг вполне понятен. Это призраки, связанные с разными заброшками, там, зданиями, которые боятся. Те, кто там умирал страшными смертями и прочее, там, пациенты больницы плохой. Ну, городские легенды, то, что называется, да. Вот сейчас это призраки всякие, во-первых. Во-вторых, это аналоги домовых в городском пространстве, это полтергейсты, барабашки, которых, например, те же функции и действия, то есть стучат, гремят, пугают или предупреждают, или что-нибудь еще, такие невидимые создания, живущие в каком-то локусе, в каком-то доме, в пространстве. Ну, еще из городской мифологии, конечно, популярнейший, кто у нас мифологический персонаж XXV века, это НЛО со всякими гуманоидами, пришельцами, это сколько угодно. Ну, никто это не относит к потусторонней силе. Это что-то другое, все делят. Это отдельное царство. Так и в деревне никто это не относит к потусторонней силе. Это ведьма, вот она, живет на улице Ленина. Пожалуйста, приходи к ней. Не, ну, смотрите, это ведьма, а это инопланетянин. Они все равно же разделяют. Откуда ты знаешь, что они инопланетяне? В деревне инопланетян нет, как правило. Не, не, подожди, подожди, подожди. Гуманоид Алешенька, он из параллельной вселенной или из космоса? Это фундаментальный вопрос. Ну, вот смотри, давай. НЛО, это оттуда-то откуда-то. Ты это просто представишь себе, как космический корабль, а представишь, что это пришельцы из параллельной реальности, из параллельной Земли. Ну, это тогда можно сейчас сказать, что та бабка, которая наплевала на все колеса, она для каждого члена, для каждого пассажира этого автобуса разрезала реальность, и, возможно, кто-то в своей реальности попал в аварию. Неплохо. Возможно, так и произошло. Ну, НЛО, мне кажется, немножко... Это разве относится к демонологии и к потусторонней силе? НЛО, это что-то... Я даже не могу сказать, что это. Это как царство грибы, понимаешь? Понимаю, да, типа, у них есть своя, вот есть демонология, это уфология есть, да, типа, у этих своя логия есть, типа, ну, как бы нет, ведьмонологии нету, как бы. Разница только в том, что эти персонажи возникли позже, а так они генетически выглядят как-то, делают что-то абсолютно... Это научпоп. Научпоп. Для них. Ну, можно. Научная фантастика. Ну, или так, да. Хорошо. Вот, значит, мы поняли, что нельзя говорить про все это в прошлом, это вот, значит, круг вещей, во что верят. Это значит, у нас есть местные домовые, ой, местные... Духи. Духи, духи места, вот мы говорим, и в городе есть такие, то есть вполне понятный стандартный набор. Вот есть старые версии мертвецов «Призраки», это просто новые версии. Сезонные духи. Сезонные духи. Которым, кстати, относятся в городе кто? Дед Мороз. Пока дети в детском фолькоре верят, что он есть, для них это точно так же. Сезонно-детический персонаж, являющийся, вот, классический вариант, да. Санта-Клаус и прочее, да. Вот. И у нас есть вот, типа, стандартный набор, это ведьмы и колдуны, которые просто вот... Да, ну и знахари, естественно, и всякие, скажем так, менее вердоносные, но лечащие, да. Ну, понятно, там, говорят, городация, типа, злые ведьмы, добрые ведьмы. Ну, да, где-то она более выраженная, где-то менее выраженная, но, в общем, есть такое, да, разделение. Хорошо, а вот какие-то вот демоны, которые от христианства достались, вот черти, например, или как-то они у нас так и не воспринимались, как реально существующие? Вот в том-то и дело, что это зависело от христианизации, то есть чем больше христианизирована местная традиция какой-нибудь локальная, тем больше она всех своих леших, домовых и прочее соотносит с христианскими демонами. Потому что их учат в церквях и говорят, что это все демоны. Тогда их могут называть там домовой черт, лесной черт, там, или лесной бес, домовой там и прочее. Я понял, лесной бес. Более. Вот. А так, чтобы прямо вот рассказывали в народной традиции о там патрижах ангелах и прочее, это есть, но это относится к несколько другому кластеру истории, который называется народная Библия. То есть, условно говоря, это пересказы библейских сюжетов, которые кочуют тоже в фольклоре, и они немножечко отделены от вот этих всех историй. Как на Гаити. Ну, да, как везде, где здесь присутствует христианство или ислам. Есть разные культурные напластования, которые существуют каким-то образом. И какие такие вот, что там есть интересного в таких пересказах? Какие нам... О, ну, тут очень много всего интересного, потому что эти пересказы, они тоже модернизируются и обогащаются самыми разными там вариантами, они присутствовали всегда. Ну, например, там, скажем так, в средние века, что происходит? Приходит в книжность, ну, вероятно, в устную культуру, мы этого не знаем, но книжность можем прочитать и знаем, какой-то рассказ из, например, персидской литературы или еще какой-нибудь литературы восточной, о арабской литературе, о джиннах. Да, джинны, которые дух заключенный в сосуде. И вот этот рассказ, этот мотив проникает куда? В христианскую книжность. И во что он превращается? Он превращается в демона в сосуде заключенного духа, над которым власть получает человек. То есть, ну, сюжет переходит, христианизируясь и начинает распространяться здесь. И у нас возникает, например, замечательная история о Иоанне Новгородском епископе, который однажды услышал, что бес трепыхается, что-то трепыхается у него в умывальнике, перекрестил умывальник, бес оказался запечатлен, не может выйти. А, умывальник такой вот, ну, который... Да, ну, я не знаю, как именно он выглядел, вряд ли как в Советском Союзе, но какой-то рукомойник. Да, в рукомойнике. Потом залез негодный бес, а он его перекрестил, и запер. И это превратилось, да, значит, в темницу. Он, значит, просит выпустить меня, он говорит, хорошо, я тебя выпущу, только выполни мое желание. А что может желать епископ, монах, да, вот такого очень для него, что может быть желанного и значимого, да. Конечно же, побывать где? В раю. Ну, это перебор, а главное, что демон здесь не помощник совсем. Нет, конечно, метнуться на Ближний Восток. Вот, разумеется, разумеется, это паломничество Цветую Землю, которое благодаря сверхъестественной силе можно осуществить моментально. Он просит перенести меня в Иерусалим, поклониться храму гроба Господню, да. И бес превращается в коня, летит туда, обратно, возвращается, да. То есть он, ну, как Аладдин, там, как персонаж таких вот восточных, да, литературных историй, получает власть над духом, заключенным в суд, и дух выполняет его желание. Потом он возвращается, демон, дальше тоже популярный такой мотив запрета, говорит, только не смей никому об этом рассказывать. Он обещает, а потом не выдержал и сказал, что знавал я, мол, одного человека, который за ночь прилетел в Иерусалим и вернулся обратно. Демон получает, как бы, власть над ним, потому что нарушен запрет, да, и начает ему вредить, мстить, превращается в девочку-подростка, обвиняет его в харассменте, значит, бросает женское исподние вокруг его кельи, выбегает в виде полуногой девушки. Все возмущены, какой развратник наш епископ, значит, хватают его, вывозят, выводят к реке, к Волхову, сажают на плот, а плот чудесным образом плод против течения реки вверх. Они видят, что это чудо, и, соответственно, возвращают его назад. Потом аналогичная, похожая история про заключенного в сосуде беса проникает в житие Авраамия Ростовского, ну и так далее. То есть, конечно, о демонах в средневековой литературе и в культуре было множество рассказов совершенно разных. Они приходили из народной традиции, из переводной литературы и прочее, и здесь они все превращались в рассказы о демонах. Но вот рассказы о русских наших всяких домовых, леших, водяных, увы, к сожалению, не проникали совершенно туда, потому что русские монахи, они с неким пиететом относились к книжным текстам, даже если это какой-нибудь апокриф, какой-нибудь переводной текст, бог знает о чем, но это писанный текст, значит, это важный, это авторитетный. И они это переписывали. Таким образом, всякие легендарные сведения, апокрифы мы видим в корпусе русской книжности. А то, что они слышали, рассказы о правденных и так далее, для них это было низкостатусное. Они не считали возможным это записывать на пергамене. Этого не делали. А так социальный круг, скажем так, писателей был очень узким, в основном-то монахи. А простые люди за перо не брались, были неграмотные, да и, в общем, не было у них особо, как правило, ни времени, ни сил, ничего остального. И инстаграма просто не было. Ничего не было, ни Фейсбука, ни Твиттера. Это плохо, потому что мы этого не знаем до 17 века. А вот в 17 веке то, что называется демократизация русской литературы, начинают простые священники писать, простые, условно говоря, более простые люди, чем раньше. И вот тут, во второй половине 17 века, у нас просто масса свидетельств о таких вот, ну, скорее уже славянских мотивах, которые проникают, наконец, в книжность. И мы вот можем это все прочитать так вот ярко, как классический пример, это Епифания описал, там беса била кончик лавки. Такого раньше тоже сложно представить. А здесь взялся простой священник и написал все, что увидел. Да, вот, пожалуйста, совершенно потрясающий голос человека-демоноборца. Демоноборца. Да. Хорошо. Это я понял. Остались демоны, которые не наши, и в смысле не наши. Те, которые третий вид, которые совсем чуждые нам, которые не считаются демонами. Ну, мы говорили про христианских. То есть это вообще уже не славянские там, не знаю, и так далее, каких-нибудь там других народов. А, нет, у меня и был еще один вопрос про славянских. Про кинокефалов. А, да. Кстати, вот эти персонажи, они, ну, книжного происхождения. Это, короче, на иконах мужики с пёсими головами, и это типа хорошие персонажи. То есть мы здесь всю дорогу говорили, что когда хотели показать демонов, их наделяли там. Ну, это все-таки один человек, один персонаж. Да, да, да. Остальные плохие такие же. Остальные плохие, да. Да. Это еще Геродот писал о том, что там подальше, вот за-за-за-за-за нами живут там люди с пёсими головами, потом люди с одной ногой, которые спят, прикрываясь здоровенной ступней во время дождя, ее раскрывая над своей головой. Ну, и прочие-прочие, все-таки дивные, чудные народы. Да. Это кочевало в античной литературе, потом это переводилось, значит, на Русь, проникало иногда. Ну, кинокефалы – это псоглавцы. Вот. И от них-то встречались такие иногда упоминания, но они не вошли в фольклор русский. Это такая книжная традиция, скорее. Единственная была легенда, что один из кинокефалов, из псоглавцев обратился в христианство. По одной версии он был псоглавцем, по другой он просто был великаном. И он крестился под именем Христофор. И его в восточном христианской традиции, где доминировала легенда о том, что он был псоглавцем, иногда изображались собачьей головой. И эта традиция пришла на Руси. И начали избрать святого Христофора с собачьей головой. В Европе этого не было. Это популярнейший святой европейский покровитель путешественников, кто увидел Христофора, в этот день не погибнет в пути, и с ним ничего плохого не произойдет. Его образы в каждом практически храме можно было крупно найти. Но там он избрался в образе великана, который идет через реку с посохом, и на плечах несет Христа. Несет Христа, Христофор буквально. А в восточном мире, в Греции и на Руси, он был легендой о том, что он был кинокефал, поэтому мы его встречаем с собачьей головой. Но это один из них. А все остальные нехорошие, конечно. А больше таких историй не было. Да всякие истории, конечно, были. Ну, так, чтобы прямо с собачьей головой. Ну, имеется в виду какой-нибудь такой антидемон. Ну, чтобы ты смотришь на икону и не очень понимаешь персонажа вот так. Ну, на иконах были персонажи разные. Но, правда, если они уж какие-то странно такие заморфные, скорее-то персонажи вредоносные. Да. Ну, вот классический вариант такой очень любопытный, который в середине XVI века на русских иконах появляется и дальше распространяется, это змея с женским торсом. Женская голова, женская грудь, руки, а дальше змеиное тело. Она искушает Еву и Адама в раю. С чего бы, да, взялась такая история. Хотя в книге «Бытия» рассказывают, что она просто змея искусила Еву. А это, на самом деле, такая вот несколько ходовая история. Если библейская книга «Бытия» рассказывает о том, что это змея искусила Еву, то, естественно, дальше с развитием демонологии, с развитием представлений о противнике, сатане и так далее, что в иудаизме, что в христианстве потом родилось представление о том, что это не сама змея, а это вот дьявол ее искушал. Вошел в нее, в змею, и устами змеи заговорил с Евой. То есть, получается, демонизация этого персонажа. Ну, то есть, вот это, кстати, хороший вопрос у меня был. То есть, вот змея в Ветхом Завете, искушающая Адама, это тот же самый, который там... Изначально нет. Изначально вот Фрейзер, который писал «Золотую ветвь», и там разные мотивы Ветхого Завета, он находил широкие параллели в мировой мифологии, показывал, что по подобной истории об искушении вредоносной змеи, рептилий, ну, кочевали. То есть, вероятно, изначально это была просто змея как таковая. Потом она уже стала восприниматься как образ, за которым стоит главный искуситель дьявол. Вот. А потом, значит, в Париже в XIX веке Петр Коместер, авторитетный богослов, комментируя книгу «Бутия», пишет, что дьявол вошел не просто в змею, а в змею с женской головой, потому что подобное привлечает подобное, да? Подобное привлекает подобное. Поэтому дьявол, чтобы искусить Еву, не просто, ну, почему Ева должна послушать змею, в самом деле, почему не бегемота или крокодила? Он вошел в такую змею, которая была змеей, лицо как копии лица Евы. Она увидела свою близняшку, будто сестру ей поверила, и съела яблоко, ничего страшного не будет, и вуаля. Таким образом это произошло. Петр Коместер очень популярный богослов, очень авторитетный, его переписывают, начинает эта версия распространяться во Франции, и дальше по Европе расходятся, и вслед за ней изображения расходятся. И получается трансформация визуального мотива. Адам, Ева, и вместо змея посредине змея с женским торсом. И в XVI веке это доходит до Руси, и на наших иконах тоже возникает вот такое вот женоликое создание, которое, кстати, возвращает нас к русалкам традиционным. Почему? Потому что русалка тоже, как мы ее себе видим, сегодня это женщина с таким чешуйчатым хвостом. Ну, не змеиным, а рыбим. Ну, в общем, разница визуально невелика. Вот. Но совершенно понятно, что это не русская русалка. Никаких русских русалок с хвостом не было. Что мы знаем о русалке, например, из XIX века? Классический канонический текст о русалках XIX столетия. Пираты. Нет. Какие на Руси-то пираты? Русские. Русские литературные тексты. Да, русские. Там особо не попиратишь. Это скорее какие-то водяные. Все мы знаем один литературный текст с детства про русалку, написанный в XIX столетии. Да, у лукоморья там дуб зеленый. Зеленый. Русалка, где она находится? На ветвях сидит. Как можно с рыбьим хвостом на ветви забраться? Вне среди своего питания. Абсолютно. Потому что никакого хвоста у нее, конечно, не было. Русалки северной традиции. Блин. Мне это в голову не приходило. Хрен ли она сидит на ветвях-то? Она же рыба. Ну, да. Собственно, поэтому Шурик у Гайдая говорит, русалка на ветвях висит. Потому что с рыбьим хвостом удобнее скорее висеть. Так, ну и что, как они выглядели? Так они выглядят, как женщины. Вот в северном русской традиции это, как правило, такие уродливые женщины какие-то. Ну, около воды находящиеся. Тоже вредоносные. У них есть довольно часто такой признак женских вредоносных персонажей, характерный для Евразии, уходящей на восток через тюркские традиции. Это длинные-длинные груди, которые настолько до земли отвисают, что чтобы ходить, она перекидывает их крест-накрест через плечи. Вот так вот албасты там ходят. Так вот иногда про русалку можно было записать такие тексты. В общем. То есть некая женщина, связанная с водой. Вредоносная. Окей, вуаля. А южно-русской традиции там русалки-то сезонные духи. Это вот русальная неделя, как раз лето. Они ходят по полю, ну и могут защекотать, в воду забросить человека, если он близко, то это и прочее. В любом случае никаких хвостов там нет. А как он прирос, хвост к русалке? То есть на Руси видели хвостатую женщину, когда вот изображение искушения Адама и Евы. А когда рассказали про русалку, там никаких хвостов не фигурировал. Объединялся хвост и русалка, когда благодаря другому всем известному литературному произведению, тоже в XIX веке возникшему на Руси. Это, конечно же, русалочка Ганса Христиана Андерсона. Когда рассказ Андерсона о морской деве хвостатой был переведен словом «русалка». И образы схлопнулись. И с тех пор женщина, связанная с водой, в русской традиции называемая «русалка», изображается, как это описано у Андерсона. А у Андерсона-то она была хвостатая, и чтобы научиться ходить, она потеряла свой хвост. Там целая дематургия с потерей этого хвоста. А это совсем на самом деле другое персонажи. Что морская дева, сирена, генетически восходящая к тем же сиренам греческим, которые там полуженщины, полурыбы. И русалка настала так благодаря Курьезу, скорее. Очень интересно. Сейчас ей надо добавить виниры. — Виниры. — Да, так, хорошо. А вампиры? Вот, знаешь, вампиры не совсем характерны для русской мифологии. Или все-таки да. — Кровопийцы. — Чем южнее, тем больше. У южных славян тема тему всяких вурдалаков, упырей. Вот они, классические вампиры. Чем семья жених, тем их меньше. Но все равно ходячие, заложенные покойники, вождоносные и прочее. А вот так, чтобы прямо были кровопийцы и прочее, об этом подробно у южных славян. Там Балкан ближе. Вот там этого много. А упырей – это люди, которые неправильно... — Ну, это как раз ближе к тому месту, где жил Влад. — Потомство его, видимо. К области исторического проживания. Да, ну, в самом деле, это общее представление на том, что покойники могут вредить. Они могут нормативно являться, пока мы хороним... Кстати, вот тоже о покойниках, да. В современной традиции, современной русской, там, белорусской, украинской, кто актуальнейший персонаж, кроме этих ведьм, да, там, колдунов, это, конечно, покойники и домовые. Почему? Потому что, ну, всякие там лешие специфические, там, водяные, с ними уже реже контактируют. Это была такая, ну, скажем так, какая-то профессия должна была быть связана с лесом, занятия, связанные с водой, чтобы все время контактировать с ними. Сегодня это размывается, да. А вот в доме все живут по-прежнему, в доме все трещит, по ночам там полопитцы скрипят, все это считывается как проявление домового. Поэтому про домового рассказывают постоянно. И еще важнейший дух, конечно, важнейший мифологический персонаж, это покойник. Да, типа, дух воды, покинь, дух водопровода, как-то смутно все представляют. Вампир – это покойник? Вот, вампир – это, конечно, покойник, само собой. И покойники сегодня – это актуальнейший мифологический персонаж. Все рассказывают о покойниках, потому что, ну, все хоронят родных, да, близких, и поэтому рассказывают о явлении в первые 40 дней, он снится и прочее, и потом о явлении, либо во сне такое более-менее нормативное явление, а иногда о том, что начинается являться наяву. И вот это уже опасно. И вот это уже упырь, вурдалак, который может затянуть тебя в иной мир, умертвить, который может кровь пить, особенно в южнославянских традициях и прочее. Это ходящий мертвец. Такое базовое тоже кросс-культурное представление о том, что некоторые покойники опасны. Если он при жизни был опасным, колдун, ведьм. А как и идея про кровь? И да, в том числе есть такой мотив, не супер распространенный у славян, что он питается кровью, что если напьется кровью, то он получит жизненную силу. Опять же, к югу скорее характерен такой мотив, можно засечь. Ну, то есть, как бы вот эти вот вампиры... Хорошо, а какими он обладает способностями? Потому что меня всегда раздражает, когда в новых фильмах про Дракулу они ему типа фигарят способности, он там может и там превращаться, и какие-то там чудеса творить. На мой взгляд, это как-то перебор. Слишком непропорциональный персонаж. Знаешь, слишком много он получает способностей. Ну, что такое, как правило, вампир? Это у него есть какая-то сила, он быстрее, ну, в тот момент, когда он... Накормлен. Накормлен, да. Есть еще, что они не могут войти в дом, но это, по-моему, для всех покойников, да? Покойник же... Нет, это еще как, они только елизат в дом. А их нельзя типа не приглашать? Твое знание оттолкнуто, а ты знанием, Вадим, блеснул после фильма «Реальные упыри». Нет. Нет, просто, когда, например, хоронят вот людей в Тамбове, там есть такая штука, что как гроб, он обычно дома стоит на табуретках. Да. И когда гроб выносят, табуретки переворачивают. Это потому, что покойник, он, может быть, не хочет уходить, он может попытаться вернуться, но ты перевернул эти табуретки, и это означает... Да, он такой, понятно, и пошел. Обиделся. Вот, это вот история о том, что, типа, они, если... Вот у нас, я помню, прям бабки рассказывали, что они, если являются, они являются у дома. И типа вот типичное явление покойника, это он стоит на улице за окном, и ты, типа, если ты там что-то скажешь не то, то он может прийти. А вот если он пришел, то там уже, ну, не очень хорошо приглашать его в дом. Вот оттуда, типа... Да, один из вариантов. Ну, понятно, что вариантов миллион. Да, конечно. Как и в фильмах, так и в традиционной культуре миллион мотивов разных. Но базово, действительно, похоронная традиция, она две вещи преследует. Во-первых, проводить человека всем нужным его снабдив, новая одежда, гроб хороший и так далее, поминки, наесться, напиться, и он незримо с нами ест, пьет иногда, ему ставят тарелку, место ставят и прочее. То есть, как бы, проводы такие, чтобы он устроился на новом месте. Если он плохо устроился, он будет еще во сне являться и просить, мне не хватает того, того, того. И это нужно ему передавать на тот свет. Актуальнейшие сегодня вещи, которые реализуют повсеместно, действительно, где только я не записывал такие истории. Вот. А второе, это чтобы закрыть ему путь обратно, чтобы он ненормативно не возвращался. Поэтому переворачивают мебель, выносят ногами вперед, чтобы смотрел на кладбище, а не запоминал дорогу, грубо говоря, к дому. Сани раньше переворачивали, которые на кладбище его отвозили. Зеркала закрывают, да. Зеркала, да. Много чего, чтобы животное не перескочило через него. Поэтому животных из дома удаляют, потому что перескочит, и может в него войти, и вернуться таким образом. Там зеркало, чтобы не отразился. Там и много-много-много-много вот таких вот разных разных разных. Выметают из бук, после того, как вынесли покойника тоже. То есть, как бы, закрывают все возможные для него входы обратно. И если все-таки он пытается проникнуть не во сне, там, с какими-нибудь просьбами, а как-то настойчиво внутрь, значит, это уже ходячий, опасный, от него нужно защищаться, да. Он не дожил своего срока, или он был колдуном, или что еще такое нехорошее, или в погребальной традиции, что был принципиальный изъян, и поэтому он не устроился на том месте и пытается прорваться обратно, да. И вот тогда нужно как-то от него загораживаться, ограждаться, и вот отсюда всякие оградительные вещи, обережные, да. Вот откуда у нас все эти представления, что они боятся чеснока, классические обереги, какие колющие, режущие предметы, булавки, иголки и там прочие, которыми... Ножи. Ножи, да, эти самые ножницы втыкают часто, да. Вот опять приезжаешь в какое-нибудь село, в экспедиции заходишь, и так опытным глазом смотришь, на воротах, на калитке, кругом ножницы воткнутые, и спрашиваешь, что у вас ножницы. Ну, это чтобы удобно, под рукой вот ходишь, там вдруг ножницы потребовались. Ну, понятно, надо о ведьмах расспрашивать. Это реально такое существует, да? Да, это повсеместно, это повсюду. Это и в городе, кстати, можно найти. Я помню, по своему детству у нас в доме были иголочки воткнутые в разных комнатах при входе, да. То есть, как бы кочевало такое представление, в какой-то момент стало актуальным, и даже вот до разных горожан дошло, и тоже это вот начали... Как появляется такое? Это исходя из личного опыта? Ну, как это? Точнее, ни у кого же не было личного опыта встречи с нечистой силой так, чтобы взяли иголку, воткнули, или было? Ну, опыт встречи с нечистой силой... Или было? Пишите в комментариях, ребята. Это да. Была ли у вас встреча с нечистой силой? Я встречался много раз с нечистой силой, правда, иголками не пытался обороняться, но встречался не раз. Вы сейчас шутите? Нет, абсолютно. Вы серьезно говорите? Вы встречались? Встречался. Сейчас. Ну, как ты? Что ты столько этим занимаешься? Я все-таки профессиональный область, мой интерес, как я мог с ними не пересечь. Вы втыкали в кого-нибудь ножницы? Нет, нет. Вот один раз пытались мы уберечься, и неудачно сейчас расскажу. Я только договорю, почему они боятся стоячок, кроме этих всех колечных режущих, чеснока, например. Не, непонятно, почему. А вот как думаете, что общего между ножницами, иголкой и чесноком? Ну, острый тоже. Острый запах. Совершенно верно. Поэтому из цветов, из того, что выстачает острый, лук, чеснок, как оберег, лежащий передок, как оберег, значит, из цветов, какой вот тряпочкой, или чего-нибудь какого-то цвета должна быть по той же логике. Красного. Точно, потому что режет глаз. Совершенно верно. А из слов что? Не знаю, р-должно быть много. Мат. Мат, да. Ценная лексика. Тоже острое, ранющее. То есть, это очень частая логика. Вот такого типа предмета, которые абстрактно, метафорически, или реально колет, режет, ранит, они очень хорошие. То есть, красный перец потенциально. Отлично. А васаби? Да. Васаби защита. То есть, заказал суши, и просто вообще. Вполне думаю, более чем. А вообще, это аджика. И красная, и острая. Ну, то есть, ты представляешь, да, типа, готовишься к битве с демонами, и такой вместо гранат такие баночки-аджики себе сюда. Так, так, так. Ну, иногда это довольно так дискомфортно. Например, в тех регионах, где боятся за невесту, а за невесту почти везде боятся, потому что испортить свадьбу, любимое дело, коллуна там в комнате леведия. Позавидовал, бах, и с глаз там порча пошла. Поэтому что, наряд невесты, потому что вот это самое оберегаемое, это невеста, да, зона ее тела, вот ей, которое должно там, залог, так сказать, богатства, семьи, так сказать, детей и прочее. Наряд невесты включает в себя множество иголок. То есть там иголки-иголки-иголки-иголки. Потому что чтобы из глаз и порча и так далее, чтобы все... Булавки. Оберег тоже. Булавки. Вот я сейчас вспоминаю. Да-да-да. Все же держится на булавочках. Типа, вот мы тебе сейчас здесь заколем, здесь цветочки. Вот, кстати, булавку закалывают. Это тоже для этого, чтобы... Ну, знаете, у меня в детстве бабушка, он на мои вещи булавку закалывал. Ну, правильно. Он то же самое, что иголочка. Вот если это в одежду куда-нибудь туда вот сюда, не для того, чтобы там приколоть, не знаю, бумажник, да, не потерялся. Блин, я сейчас осознаю, что этого всего в моей жизни нет сейчас. Хорошо ли это или плохо? Так, ну давайте... У нас здесь есть ножницы. Про встречусь с нечистой силой, когда не удалось защититься. Чеснок тоже там разрежем. Да, жутковатая история. Приезжаем мы однажды в одну экспедицию, тоже Самойловский район, как помним, густо заселенный ведьмами. Это все тот же, где плевали на колеса. Да-да-да, совершенно верно. Где на улице советский интервью жил ведьму и прочее. И однажды утром просыпаюсь, все какие-то очень радостные, веселые, нехарактерно возбужденные девушки бегают, где фотоаппарат и так далее. Говорю, что-то случилось? Говорят, нас прокляли. О, говорю, здорово. Пошли, пошли, поглядим. Ну хорошо, выходим поглядеть. Выходим мы из домика, который снимали, ну нам позволили там жить. Кстати, домик от умершей недавно женщины, старушки. Ну тоже имеется. И тоже вариант. Я каждую ночь сплю, и у меня душит запах мертвого, ну нет, не мертвого, конечно, а, так сказать, старческого тела, как бывает, такой вот нечистый, удушливый запах такого-то. И я просто ночью просыпаюсь, я ничего не могу поделать. Я думаю, утро бы дождаться. Утром я просыпаюсь, думаю, сейчас все буду мыть, никакого, никаких признаков запаха. Вся экспедиция нюхает, ничего нет. Я на всякий случай мою пол, вечером нюхаю, ничего. Ночью просыпаюсь, удушливый. И вот так вот у меня буквально, я уже под конец просто внимание перестал обращать. Вот что это такое, да? И вот в этой же экспедиции, в этом же домике нас прокляли. Выходим мы. Что, мы когда крыли церковь, мы жили в домике, в которой совсем недавно бабка умерла, не было таких проблем. Мы же какая-то церковь крыли. Было бы странно, если бы нас мучили духи, извини. Вот, вот. Так, ну. Выходим мы, а там закрут. Что это такое? Значит, колосья, трава, закрученные с наговором и подброшенные под папку. Если наступишь, переступишь, все, бах. Значит, такой вот, как это Гарри Поттер. Я там взял в руку и... А вы это вот все знаете, да? Вот все эти штуки. Мы же филитаристы приехали. И главное там, руководитель экспедиции у нас была Елена Евгеньевна-Левкиевская. Классик, славяновед, автор блестящих книг, там сотен статей. Она смеет за громче себя, говорит, нас попытались проклясть, не зная, что они прокляли сейчас главного в мире специалиста по славянским оберегам. Она действительно защищила диссертацию, и у нее книга «Славянские обереги». Она знает 186 способов защититься от любого вида проклятия. Ты знаешь, так распахивает, а здесь просто все защищено. Знаешь, здесь какие-то такие, типа, ну, сейчас проверим, типа. Так, так, мы проще сделаем. Мы взяли лопату какую-то, значит, лопату положили. Закрут. Закрут, да, и сфотографировались. И стоит такая улыбающаяся экспедиция, фотографируются, все очень рады. Все хорошо, выбросили его, забыли. Даже известно, кто и за что, потому что нас обвиняли несколько местных бабушек, что мы украли у них мочалки. Всю экспедицию мы пытались им объяснить, что мы не крали мочалки, что мы можем купить мочалки, а также шайки и веники. Ничего не действовало, вы украли мочалки, вы нехорошие. Явно эти бабули, ну, видимо, обидевшиеся за что-то, это сделали. Приезжаем мы в Москву, заканчивая эту страшную историю, это уже не смешное завершение. Через несколько месяцев молодая студентка, участница экспедиции, скоропостижно скончалась, ночью не проснулась, умерла просто. Мы ее провожали в РГГУ, поминки, все дела. То есть, в народной традиции, в локальной традиции, если бы эту историю услышали, это была бы стопроцентная история о сработавшем проклятии. Сработавшего проклятия, да, конечно. Это интерпретируется железно. Да, понятно. Совершенно. Так что, такого сколько угодно. Прикинь, из замочалок. Вот такие мстительные ведьмы. Да, да. Нет, такого бога действительно. Любой фольклорист расскажет много историй о сбывшихся пророчествах. Вопрос только, как это интерпретировать дальше. Ну вот, Тимур. Это было невероятно интересно. Спасибо вам большое. Спасибо вам огромное. Потрясающее вообще. Я так много никогда не слышал об этом. Мне нравится еще, мне еще нравится, что вы только заговорили про эти, про иголки. Я сразу вспомнил, конечно. Да, да. У моей прабабки железные, ржавые. Я еще думал, нафига они тут втыкнуты. И ты такой, ну, конечно. Ну, я, кстати, видел тоже. Они почему их втыкали? Знаете, вот, типа, иконки, которые приклеивали, и там рядом вот иголочки. То есть все рядом. Это язычество же, да? Больше все. Или это тоже идет от христианства? Нет. Ну, как сказать. Да. От христианства идет ветхие и новые заветы, по сути дела. А дальше творение теологов, богословов, отцов церкви. Это тут чистое, как бы, ядро христианства. И то, богословы спорили друг с другом, были разные школы и направления. А все остальное, что мы читаем в христианской книжности, это, конечно, постанование самых разных элементов. Вот, язычество, такой термин оценочный, как бы, язычество, это все нехорошее, нехристианское. То есть, как бы, но нехристианские, дохристианские, разные традиции, мотивы постоянно, постоянно влияли на христианство. Даже почитание икон, казалось бы, в восточном христианстве, вот уж самое христианское. Так оно полностью, фактически, формировалось из культа почитания сакральной скульптуры римской. Вот, как общаться, стратегии общения с сакральными образами, с святыми образами, это просто очень сильная рецепция римских, дохристианских традиций общения с сакральной скульптурой. Почему иконы трогают, к ним прикладываются, их одаривают, их украшают, их одевают, их омывают водой. Потому что ровно то же самое делали с до того, христиане это видели и перенимали, и просто на новый тип почитаемых объектов это перенесли. Так что, что такое христианство чисто, это вопрос довольно сложный, отдельный, интересный. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо вам. Берегите себя, берегите себя, запасайтесь оберегами. Буловками. Субтитры сделал DimaTorzok